Привет, с вами Каска. В этой новой рубрике я тебе расскажу и покажу настройки игры, настройки графики для разных систем, начиная от самых слабых и заканчивая RTX с трассировкой лучей. В DL2 я провел более 50 часов, побегал с абсолютно разными настройками графики и мне есть что тебе рассказать. Если тебе эта тема зайдет, буду благодарен за лайк, подписку, комментарий. Ну а я полетел дальше бомбить роликами. Приятного просмотра. Ты знаешь что такое калибр? Не-не-не, не то что тебя в штанах, а в разы большие. Калибр это бесплатный онлайн шутер от третьего лица, в которых представлено много классических и редких спецподразделений. Это штурмовик, снайпер, медик и боец поддержки. При этом все оперативники различаются набором вооружения, характеристиками и спецспособностями. В калибре ты можешь играть как в ПВЕ миссии, так и против других игроков. Но самое главное, что здесь присутствует рейтинг. Лично для меня это огромный плюс. Так как игр сейчас выходит не такое большое количество, как хотелось бы, рекомендую каждому лично ознакомиться с игрой по ссылке в описании. Я тоже играю, поэтому жду тебя в друзьях. В пати все-таки веселее. Залетаем в игру, нажимаем параметры. На вкладке игра, если у тебя включена тряска, я рекомендую ее все-таки отключить. Она мне кажется больше мешает. Все остальное по желанию на фпс никак не влияет. Переходим на вкладку видео. И здесь начинается самое интересное. Настройщик здесь и правда много. И нужно показать тебе разные пресеты для разных систем. Сначала давай рассмотрим первый пресет для видеокарт, GTX, AMD и так далее. То есть не RTX. Оконный режим. Ставим полный экран. Размер игры, ну я не знаю, ставишь конечно 100%. Разрешение. По дефолту составляем по соотношению к твоему монитору. Если у тебя монитор 2К, а видеокарта не RTX, рекомендую поставить 1920 на 1080. Потому что та же GTX 1080Ti справляется с игрой без проблем, но только в Full HD. В 2К уже будут просадки. Можно будет в принципе поиграть в 2К на этой видеокарте в стабильных 70-75 кадров. Чуть позже покажу настройки. Вертикальная синхронизация. Мы ее конечно же отключаем. Режим масштабирования. Для тех у кого видеокарты RTX серии, ставим обязательно DLSS качество. Не важно у тебя 3060Ti, 3070, 2070 Super и так далее. Ставишь все равно DLSS качество. На картинку это практически никак не влияет. FPS бустит около 19 кадров. Если у тебя RTX 2060, 3050, рекомендую поставить DLSS сбалансированный. Либо же производительность. Для всех остальных можешь ставить спокойно ультра, либо качество. Картинку конечно она больше херовит, чем DLSS тот же самый. Но на ультра можно играть без проблем. Для более слабых видеокарт ставим конечно же баланс, либо производительность. Резкость. Тут по желанию я оставляю по дефолту на 45%. Хотя не знаю это дефолт или нет, у меня вот так и стояло. Но я по моему как-то настраивал, а может и нет. Поле зрения. То есть Field of View. Изначально у нас стоит на нолике. Если честно я скажу это просто ужасно. Ну невозможно играть. Я не знаю зачем они это придумали. Ставим конечно же на 20. Да, на FPS это влияет. Кушает порядка 3-5 кадров. Если тебе нужны прям по зарез лишние FPS, можешь поставить тогда на ноль. Если поставить минус 10, то по моему уже выше 5 кадров оно не бустится. То есть разницы нет. Минус 10 либо ноль. Зернистость. На FPS никак не влияет. Более того, я до сих пор спустя полгода зашел в игру, включил ее, не заметил никакой разницы. Будто бы ничего не происходит, ничего не меняется. Размытие в движении. По желанию, но лучше всего отключать. Размытие на расстоянии. Конечно же отключаем. На FPS никак не влияет. Переходим на доп. Настройки. Изображение. И здесь начинается самое интересное. Режим рендеринга. Тесты я проводил более часа. И разница между 11 Диретиксом и 12 никакой. Единственный большой плюс Диретикста 12. То что у нас доступны асинхронные вычисления. Благодаря этому бустится около 5 кадров. Что не может не радовать конечно же. Если твоя видеокарта поддерживает Диретикс 12, обязательно его включаешь. И включаешь асинхронные вычисления. Сразу предупреждаю. У меня RTX 3060 Ti. Я проводил тестов много. В разных локациях. То что я сейчас вам дам информацию. Это касается только моей системы. У тебя если допустим 1060. Может быть совсем по другому. Допустим в моем случае качество текстур никак не влияет на FPS. Зависит только от объема видеопамяти. Если у тебя допустим 4 гига и меньше ставишь среднее. Если больше 4 гига ставишь высокое. Детализация. Кушает порядка 2-3 кадров. Я оставляю на высокое. Качество сглаживания. Кушает 1 кадр. Оставляем на высокое. Качество частиц. Не влияет на FPS. Оставляем на высокое. Качество теней от солнца. Разница между высокая и очень низкая. Около 5 кадров. Каждый последующий пресет. Допустим низкая, средняя. Кушает сверху плюс 1 кадр. Допустим на высоком у нас 70 стабильных кадров. Ставим очень низкая у нас 75. Ставим низкая у нас 74. Ставим средняя у нас 73-72. Примерно как-то так. В таком случае я рекомендую поставить на среднее. Потому что это баланс между FPS и картинкой. Если вдруг картинка сильно стала херовая после этого. Детализацию можешь поставить на низкая. А тени от солнца на высокая. То есть тут нужно искать какие-то лазейки под свою систему. Контактные тени. Если сравнивать очень высокая и нет. То кушает 2-3 кадра. Но если мы будем делать сравнение нет и высокая. То разницы по FPS никакой. То есть поставьте низкая, средняя, высокая. В моем случае один и тот же FPS. Поэтому естественно оставляем на высокое. Качество моделей затенения. Забирает примерно 2-3 кадра. Оставляем на высокое. Качество глобального освещения. На FPS никак не влияет, ставим высокое. Качество отражений. Кушает много FPS. Порядка 7-9 кадров. Если поставить пресет на среднее, то забирает у нас в среднем 5 кадров. Что я думаю в принципе неплохо. Потому что отражение стоит на низкое. Не очень приятная картинка становится. А вот среднее это так сказать баланс и очень неплохой баланс. Фонарик с трассировкой лучей. Ну конечно же отключаем. Я не знаю, даже сделал тест. Посмотрел короче, что если включить его среди белого дня, он забирает около 5 кадров. Я не знаю как это работает. Его не видно вообще. Ну вот я думаю на экране вы сейчас это прекрасно наблюдаете. Но зато забирает FPS. Окей. Поэтому при любом раскладе мы его отключаем. Но к этому вернемся чуть попозже. Когда я буду рассказывать за трассировку лучей. Качество тумана. Кушает тоже невероятно много FPS. На среднем пресете у нас забирает около 5 кадров. Поэтому ставим на среднее. Качество постобработки. Никак не влияет на FPS. Эти настройки подходят в принципе для большинства систем. Если у тебя RTX, я вообще молчу. Ставишь такие вот настройки графики и все у тебя будет в жизни красиво. Прекрасно. Если у тебя GTX 1080, 1080 Ti, то же самое. Смело ставишь такие вот настройки. Если уже 1070, то нужно будет уже поколдовать. Допустим, тот же самый туман лучше поставить на низкое. Отражение тоже на низкое. Это первые два пункта, на которые стоит обратить внимание. Потом мы нажимаем Escape. Расскажу буквально пару слов по поводу DLSS. Я ж не зря делал тесты. Сбалансированный DLSS нам бустит 25 кадров. Производительный 31. FSR. Качество Ultra. Бустит около 17 кадров. FSR. Пресет качества. Около 25. Баланс 32. Производительность 40. Ну и линейное качество. 28. Баланс 35. Производительность 45. Это в принципе я взял среднее значение. Там плюс-минус 2-3 кадра будет как больше, так и меньше. Если у нас видеокарта RTX, начиная наверное от 3060 Ti, 200 линейка скорее всего наверное 2070 Super как минимум, мы можем уже включать трассировку лучей и играть в стабильных там 50-60 FPS. Даже можно конечно и больше, но я показываю такое, знаешь типа, чтобы была охеренная картинка и приятный FPS. Для начала нам нужно поставить DRTX 12 на Ultimate, то есть трассировка лучей. Включаем асинхронные вычисления. В настройке графики оставляем плюс-минус такие же самые, которые я показал чуть ранее. Если мы выкрутим все на Ultra, это у нас по-моему касается качества теней, затенения, освещения, отражения. И отключим DLSS, тогда у нас забирает все это добро порядка 32-35 кадров. Я считаю этого очень много, по крайней мере для моей видеокарты. Если же мы поставим все на Ultra, включим DLSS качество, у нас будут стабильные 45-50 FPS. При таком количестве кадров я считаю можно играть без проблем. То есть я побегал где-то минут 15, кто бы что не говорил, но картинка лично мне зашла. Если мы хотим поиграть с трассировкой лучей, но стабильных 60 FPS, делаем следующие настройки. Здесь все мы оставляем на высокое, качество теней от солнца. Ставим высокое, качество контактных теней очень высокое. Модели затенения оставляем на Ultra. Глобальное освещение на высокое, отражение на среднее. Туман и постобработку оставляем на высокое. Нажимаем Escape, обязательно ставим DLSS качество и сохраняем наши настроечки. В таком случае, еще раз повторюсь, у нас будут стабильные 60 кадров. Я думаю у вас на экране это наглядно видно. Ну там 55, 57, 60. Я считаю играть более чем возможно, а даже нужно. Ну и конечно же третий пресет. Я не знаю, это для супер слабых компов. Мы в любом случае ставим 1280 на 720. Вертикалку конечно отключаем. Ставим FSR, баланс. Доп настройки изображения мы переходим сюда. Рендер, скорее всего твоя видюха не будет поддерживать DirtX 12, поэтому ставишь 11. Вычисления наши отключаются, это печально. Текстуры средние. Детализация низкая. Сглаживание пока оставим на высокое. Частицы тоже вставляем на высокое. Тени от солнца очень низкая. Контактные тени нет. Модели затенения нет. Качество глобального освещения низкое. Отражение низкое. Туман естественно низкое. Постобработка низкая. И включаем фонарик с трассировкой лучей. Ладно это еще шутка. Сглаживание частицы оставляем на высокое, потому что на FPS они не влияют. Ну там может 1-2 кадра. А картинка все-таки будет хотя бы слегка приятней. Получается как-то так. Если ролик тебе показался полезным, буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. Как говорится, до скорых встреч.